Всем добрый день. Меня зовут Муцевский Николай. Сейчас будет доклад про скорость сайта. Если кто-то не интересуется скоростью сайта, я рекомендую встать и уйти. В соседнем зале есть Юрий. Он отлично расскажет про вопросы интеграции с 1С. У нас сейчас технический перерыв. Сейчас самое время. Если скорость сайта вам не нужна, можно встать и уйти. Я не обижусь, честно. Я на самом деле очень рад, что я наконец на конференции разработчиков. Последние 5 лет я хожу в основном по клиентам, разговариваю на всякие бизнесовые темы, типа как увеличить конверсию в 3 раза, как нам показатели отказов сократить дважды или трижды, ну и так далее. А разработчики всегда нормальные люди, простые. С ними можно как-то про GZIP поговорить, еще про что-то. Поэтому если вам скорость сайта не интересна, ничего страшного, я с радостью расскажу для всех остальных. Еще раз. Меня зовут Муцевский Николай. Я занимаюсь скоростью и доступностью сайтов. В России уже 8 лет. Я основатель уже группы компаний на эту тему. Мы много кому оказываем услуги. Значит, то, что я сегодня расскажу, оно имеет сакраментальную ценность. Это выжимка последних моих 8 лет, не только моих, работы всей моей команды. То есть вот тот инструментарий, который я скажу, он реально то, что вам нужно знать. Все остальное, оно мусор, оно тлен. Вот 10 слайдов, даже чуть меньше. Я вот ужал 10 шагов до 7 слайдов, или до 8, не помню. Вот это соль, это суть. Это вот можно фотографировать, потом увешивать на стенку, вставить в рамочку, и все будет хорошо. Я сразу хотел сказать спасибо организаторам. Отличный зал, честно. Вот вчера на сборке этих докладчиков, собраний докладчиков Highload'а, мы обсуждали, как нам сделать на конференции интернет. То есть оказалось, что вот интернет на IT-конференции, это просто какая-то камень преткновения. Ни на одной IT-конференции нет нормального интернета. Но здесь есть. И это круто. Я очень рад. Отличный зал, отличный интернет. Большое спасибо, что я здесь выступаю. С каждым годом партнерские конференции Bittrex, они улучшаются в качестве. Я вот выступал года 3 назад, там был один зал, там один кофебрейк. Здесь уже там Hilton. Я думаю, скоро мы на Марсе будем отмечать партнерские дни Bittrex, и все будет хорошо. Всем будут билеты, яхты, персональных стюардесс. Ладно, я отклонился от темы. У нас тема «Быстрый сайт». Все начинается на самом деле с головы. То есть первое, что вам… У меня тут краткая сводка, спецназ, все дела, у меня будет много красивых картинок и очень мало букв. То есть я постарался, вот всю соль, ее буквально, каждую букву, нужна она или не нужна. То есть размер минимальный, смысл максимум. Прежде чем мы начинаем работать со скоростью сайта, на чем я хочу заострить ваше внимание, то есть раньше я этого не говорил, и мало кто это понимает. Вам нужно понять некоторую площадку, платформу, понять, что вы меряете. Вот что такое скорость сайта для вас. Какие метрики вы берете, на что вы обращаете внимание. Это время ответа сервера. Это скорость отдачи каналам информации. То есть очень часто сейчас вот скорость сайта, это вот мы померили, у нас там 20 килобайт в секунду, скорость сайта, отлично. Ну ни о чем, если честно. Ну то есть померили просто время отдачи сервером статического HTML файла, ну или псевдо-статического, неважно. То есть метрики быстрого сайта, метрики скорости сайта, их много. И нужно понимать, чем мы работаем, что мы вот измеряем, как нам с этим дальше справиться. Дальше у меня будет несколько быстрых советов, собственно, воткнуть и работать, вот буквально там вставили и побежали. Дальше вообще ни о чем думать не надо, это работает уже там 5 лет в промышленном масштабе. Все хорошо. После этого у меня будет ряд инструментов, которые можно вставить в разработку и сделать сайты там в полтора, в два, в некоторых случаях в три раза быстрее. Некоторый свод инструментов, которые я нигде в Рунете ранее не слышал. То есть мы их долго там допиливали, тестировали, там у нас ежедневно обслуживается несколько сотен сайтов, там какие-то гигабайты информации прокачиваются, петабайт, наверное, скоро будет уже. И эти инструменты мы можем вам предложить как уже готовое решение. То есть это не просто там взяли, попробовали, у вас отвалилось, я не знаю, что мне делать, у меня сайт сломался, нет. Это то, что можно взять и использовать. И я очень рад, что прогресс дошел до такой степени, такой стадии, что можно просто взять и использовать. И очень рад, что мы все в этом зале собрались и вы узнаете, собственно, эту вот соль. Так, двигаемся к соли. Значит, в чем у нас проблема? Это первое, с чего вы начнете. Ваши исследования, там, вашего сайта, клиентского сайта, любого сайта. В чем загвоздка? Где вот это вот камень, преткновение? В чем ломается у клиента? Значит, проблем может быть много. Значит, первое, с чего вы начнете, это настройте тот или другой мониторинг скорости. Есть мониторинг скоростью в битриксе, он дает вам какое-то представление о скорости сайта. Если у вас стоит Яндекс.Метрика, используйте ее. Из тех инструментов, которые мы тестируем последние два года, это один из лучших бесплатных. Я вот, честно, руку на сердце кладу, перед камерой не вру, все хорошо. Она работает, медиану выдает. Что такое медиана, кто знает? Не треугольника. Ну что, никто не знает, медианное значение. Ну, в общем, смотрите, у нас есть много-много данных. Вот мы сидим, смотрите, вот мы сидим, сколько у нас? У нас 10 человек на первом ряду. Если мы захотим выбрать медиану роста, то мы не сложим рост каждого и не возьмем там среднее значение. Нет. Мы отчитаем первые 5 человек, ну там из 10 и 5, раз, два, три, четыре, пять, ну по росту они, по-моему, что все сидят по возрастанию роста. И вот пятый человек, у пятого человека будет медианный рост. То есть это значение некоторого среднего показателя. То есть если на сайт зашло тысячу пользователей, и мы там просто отранжировали их по времени, за который у них сайт открылся, то вот у пятисотого пользователя будет медианное значение скорости. Именно медианное значение в рамках обнаружения проблем будет давать вам какой-то результат. Ну то есть там можно говорить еще про персентиль, там и так далее, и так далее. Вы обращаете внимание на медиану. То есть очень много бывает всплесков, когда там, не знаю, плохой интернет мобильный пользователь, или там какой-то канал, вот кратковременно канал где-то накрылся, или там как-то вот так вот пиринг пошел, BGP что-то сломалось. Много всего бывает. И вот это много всего, оно может вылиться в то, что там будут очень большие всплески, которые среднее ваше значение будут вот так вот калашматить. Среднее значение ничто, медиана все. Берем медиану, с ней работаем. Яндекс предлагает, у них не персентиль, а квантиль. Квантиль 50%, это собственно та самая медиана. Берете Яндекс.Метрику, квантиль 50%, но Яндекс.Метрику кто используется? Я думаю почти все. Ну такой самый инструмент. Взять, оно уже воткнуто, оно уже меряет, просто взять и как бы в работу. Все. Значит, дальше нам нужно узнать, где у нас будет тормозить сервер. Вот здесь вот, кстати говоря, картинка справа. Это вот как раз задержки по блокам, то есть где у нас сервер тормозит, где у нас тормозит канал, где у нас тормозит отрисовка страницы, где у нас тормозит полная загрузка страницы. Вот желтый блок, он самый большой. И смотря на него, мы там понимаем, что у нас тормозит сервер. К сожалению, профилирование сервера, это тема для отдельной дискуссии. Просто говорю, что вот это тоже нужно знать, где и почему у вас будет тормозить сервер. Потому что с быстрого сервера начинается ваш быстрый сайт. Без быстрого хостинга, без быстрого сервера, быстрого сайта не бывает. Честно. Вот снова, зуб даю все оставшиеся, сколько есть, все зубы даю. Без быстрого сервера, быстрого сайта не бывает. Часто говорят, что у нас быстрый сервер, значит у нас быстрый сайт. Это не всегда так. Но если сервер медленный, то и сайт медленный. Это вот сразу запомнить. И первое, с чего вы начнете, после того, как вы строите метрики, вы начнете с оптимизации сервера. У меня будет слайд, там вот прям вот ровно, только то, что нужно сделать. Вот там пять слов, вы их записываете, выполняете, и счастье наступает. Значит, еще буквально два KPI, которые нужно знать здесь. То есть медианное хорошо, то есть медиан у вас должно быть две-три секунды. Если медианное время загрузки, ну то есть среднее время загрузки у вас две-три секунды, для пользователей сайт быстрый, все, можно успокоиться. Есть еще одна метрика, насколько у вас плохо с медленными страницами или с медленными пользователями. Она там называется квантиль или это самый перцентиль. Собственно, у 80% пользователей сайт должен открываться до двух секунд. То есть это некоторая такая более сложная метрика. Мне картинки, сожалению, нет на ней. Но кто знает про нормальное распределение? Давайте, мы же технари все, научились, слава богу. Знаете, спасибо большое. Про нормальное распределение. И вот там вот это гауссовый печок, и вот эта основная масса пользователей должна попасть до двух секунд. То есть 80% пользователей должны получить страницы вашего сайта до двух секунд. Если это выполняется, в целом на оставшиеся 20% можно заметить, сказать сайт быстрый, все, мы ничего не знаем, у нас Мацеевский сказал сайт быстрый, все, вот так заказчику и говорить, если что, пойдет погугли, кто такой Мацеевский, все будет хорошо. Вот. Это вот второй KPI. То есть первый KPI вы смотрите на медиану, смотрите на медиану каждого отрезка, там, если нужно использовать не релик, если нужно какие-то более там тонкие инструменты, там у вас там может одно тормозить, другое забег, снаги, это уже там детали. Важно, чтобы вы знали, что у вас метрики есть, метрики быстрого сайта и оперировали ими, а уже потом принимали решение, какие инструменты вам куда воткнуть и как там с этим дальше жить. Решений много, честно, мы меряем, импульс есть, open source решение, pingdom что-то предлагает, не смотрел, честно, нью-релик хорошее решение, все это можно. После того, как мы определились с метриками, мы выбрали, что нам нужно, в чем у нас заключается скорость сайта, в чем мы хотим его мерить, мы отстроили сбор данных, после этого можно переходить к ускорению. Если вы не отстроите вот эту площадочку себе, не начнете собирать корректно данные, не выберите, какие инструменты для сбора данных вы используете, чтобы дальше с помощью них отслеживать прогресс. Вы прогресса не достигнете. Любой прогресс, он контролируемый прогресс. Если вы не контролируете прогресс, вы не контролируете ничего. Ну, конечно, пафосно, но так на самом деле работает. По поводу серверного окружения. Пять слов, как обещал, больше не буду. Первый, естественно, Nginx, ну, там, я не знаю, мне даже стыдно как-то говорить. Nginx, 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 плюс там Ruby, плюс PHP, плюс там, FPM, но JS, CGI, любой там, какой вы откнете, но Nginx. Вот честно, вот кроме этого, там больше можете ничего не говорить, только Nginx ставить, все у вас уже хорошо. Там какие-то детали статиковые через Nginx или там как-то еще, ну, вот лучше через Nginx, конечно. Значит, следующая деталь, которую нужно сделать, опкод, опкод кэширования, то есть просто проверять, что он есть. Ну, обычно вы ставите пакетом, он как-то подключается, все вроде работает там, чтобы у вас не пересчитывался PHP, просто иногда забывают про это, и еще реже, но бывает, что некорректно настроен опкод кэширования, то есть вы меняете шаблоны, а у вас на сайте ничего не меняется, и вы чешете репу, что нам делать? Вот это кэширование опкод, если вы меняете исполняемый файл, PHP файл, а изменений на сайте нет, значит, у вас некорректно опкод настроен там APC или что у вас ZendOptimizer, вот, но там нужно по M-тайму подкрутить. Следующая вещь, которую вы смотрите, если на сайте у вас, ну, база данных понятна, кэши, настройка кэшей в MySQL, они должны занимать там чуть ли не все отведенную оперативную память, может, Nginx ест мало, на каждый хост, не знаю, по 30 мегабайт, Nginx там подняли, все остальное память под MySQL, все. Вот, если вы настроили кэширование MySQL, половину там серверных задержек вы сняли, то есть там оно пока заполнится, не заполнится, но в целом MySQL должен работать с кэшей. То есть, если у вас там ограничения, вы вот там виртуалочку маленькую-маленькую для заказчика воткнули, ну, блин, надо подумать на самом деле, нужно ли вам такое, там за 300 рублей вы получаете медленный сайт для заказчика, ну, или вам-то вы 300 рублей накинули, а заказчик отгрузили быстрый сайт и с него еще денег больше взяли. Мы же молодцы, мы вам все круто настроили. Вот. А иногда бывает, что и хороший сервер, не настроены кэши, MySQL, и все плохо. Если у вас используется Memcash, то обязательно тоже там, условно говоря, половина памяти под Memcash. Оперативная память нужна, чтобы ее использовать. У хорошего сервера, то есть у нас на продакшене, 80-85% оперативной памяти постоянно занято. Оно в кэшах, оно в буферах, оно там в Memcash, оно еще в чем-то, оно в Nginx кэшах, но оно занято. Оперативная память должна работать. Не бойтесь того, что у вас на сервере мало оперативной памяти. Должна быть ровно стойкость, чтобы там перезагрузить процессы, там Nginx перезапустился без свопа. Но она в основном должна быть занята. Поэтому очень активно используем все кэши, которые можно. Ну и, соответственно, KPI по серверу, на который нужно обращать внимание, я хочу, чтобы вы просто его записали и вот выбили в граните. 200 миллисекунд. 200 миллисекунд на 99% ответов сервера. Если у вас больше, если у вас 250-300, значит что-то можно улучшить. Может на этом будет строиться дальше ваше общение с быстрым сайтом. Без скорости на стороне сервера все остальное будет клиент. То есть клиент, он когда заходит на сайт, он видит белую страницу. И здесь вы урезаете сервер и урезаете время отрисовки. И у вас получается магия. Как время отрисовки резать я сейчас скажу. Без быстрого сервера у вас быстрого сайта не будет. Только так. 200 миллисекунд – это максимум. Вспомнил. Хотел тут картинку от Guardian. Но вот мы в блоге, iri.rf, там слэш-блог, мы публикуем разные интересные кейсы, в том числе зарубежные. Так вот Guardian, они заморочились, они сделали открытие страниц, ну медианное открытие, времени открытия страниц на мобильных устройствах. Ну Guardian. Кто знает Guardian? Это один из крупнейших новостников на Западе. У них там сколько-то миллионов пользователей в сутки, там 5 или 10, не помню. В общем, одна секунда открытия страницы на мобильном. Без картинок, просто заголовки. Одна секунда. То есть я вот набрал на мобильном. Там 3G, не 3G, там DNS, одна секунда. Они реально заморочились. То есть вот они сказали, серверные задержки не больше 200 миллисекунд. Если больше, мы просто не успеваем отгружать. Все, у нас там вся логика ломается, потому что DNS там 200 миллисекунд на мобильном, там соединение с сервером там 150-200 в зависимости от сети, сервер 200, загрузка контента там еще там 100, там 150, тоже 200 миллисекунд, и оставшиеся 200 миллисекунд из секунды. Они на отрисовку. Буквально чуть-чуть, чтобы процессор мобильный справился. Секунда, это реально, они это сделали. Но сервер должен работать быстро, 200 миллисекунд. Я начинаю ускоряться, у меня, видимо, времени мало. Значит, 5 минут потратить, чтобы настроить окружение к зипа, клиентское кэширование. Вот реально, в Nginx 5 правил, честно, я сам писал много раз. К зип там он, к зип левел, какой хотите, не ниже семерки. Там единичку тоже можно, но семерка самая оптимальная. Мы делали исследование. И, соответственно, Xparis Max для статики. Для статики, прошу, только не для HTML. Для статики Xparis Max. Это нормально. Там CSS, JS, фонты, там нужны правила, нагуглите за 5 секунд, там bulletproof, там Nginx config, все хорошо. Но это должно быть. Маленький хинт, если вы сожмете, положите свою статику рядом, там есть такой модуль, просто gzip static. Кто про gzip static слышал? Gzip static. Почти никто не слышал. Ну, значит, объясняю на пальцах. Значит, чтобы не брать таблицу стилей и ее не сжимать на лету каждый раз, когда пришел новый клиент, каждый раз, мы можем рядом с таблицей стилей положить ее архивчик, и Nginx будет отгружать этот архивчик. То есть он не будет на лету сжать статику. Это называется gzip static. Опять-таки, директива в Nginx тоже одна строка. Единственное, вам нужно рядом с таблицей стилей. Вы поменяли таблицу стилей, там ее как-то перепаковали, и в архивчике рядом положили там решение .gz. Все. Все работает идеально. Ничего не нужны. Пять минут реально потратить. За пять минут нагуглите все это, поймете, как вам воткнуть в конфиг Nginx и перезапустите Nginx. Пять минут – это вообще вот так, выше крыши. Так, там, две секунды. Вставили – работает. Гарантированно работает. Gzip не грузит серверный процессор. Это уже миф из 90-х. Он нормально работает. Девятку можно не выставлять, там реально выигрыш небольшой. Все остальное – хорошо. Значит, двигаемся дальше. Еще немножко магии. Оптимизация изображений. Рыжиков рассказывал на презентации про оптимизацию. Я верю, что очень много было сделано, но еще очень много можно сделать. В наших примерах мы достигали оптимизации десятикратно изображений. То есть приходили какие-то левые файлы, непонятные, но из них можно вырезать мусор, можно всего добиться. опять-таки пять магических слов. Все немного магии прикладной. Я не копирфильд, но учусь. Если вы хотите отдать клиенту максимально быстрый сайт и у вас должен быть минимальный размер изображений, можно это сделать без потери качества. Есть ряд библиотек, в частности, MozJPG. Они переработали алгоритмы, на 5% лучше жмет, без потери качества. Тот же JPEG, но на 5% меньше. Можно вырезать мусор из JPEG, JPEG-TRAN. Можно вырезать ненужные заголовки EXIF-TOOL. Для PNG примерно так же все обстоит. Есть там библиотека ZOPFLY. Кто про ZOPFLY слышал? Я не сказал про GZIP. В общем, ZOPFLY позволяет сжимать в архивах чуть-чуть эффективнее, чем GZIP. Ее можно использовать для GZIP-static, для того, чтобы просто пережимать и класть архивы. Она на 5% меньше, но жрет в 100 раз больше процессора. То есть на лету ее нельзя использовать. Для каких-то статических вещей, для статических архивов можно. Если вас интересует с потерями качества, то есть там ImageMagic, тоже там магическая строка 4.1.1. Забыл, что это. В общем, есть магическая строка 4.1.1. Запомнили. Все. Вот. Там на цвет восприятия влияет. Хорошо. И есть квантование цветов PNG. Если у вас в PNG много цветов, можно срезать количество цветов. Вот. А, и в P. Да. Про в P скажу. Вот буквально секунду. Нужно использовать. 2 трети браузеров поддерживают уже сейчас. На 15% в среднем все ваши изображения могут быть меньше при использовании в P. Может быть на 30%. Как повезет, но 15% это в среднем по всем. Значит, а сейчас начинается магия. Вот честно, я... Сейчас будет магия. Оптимизация шрифтов. Это вот больная тема, потому что шрифты любят все. А я сейчас покажу, как делать шрифт меньше в 10 раз. Вот смотрите за руками. Ничего нет. Шрифт меньше в 10 раз. Значит, ну это на самом деле плохой пример, можно лучше. Во-первых, нам нужно его сжать, перевести в формат WoW и вырезать неиспользуемые символы. Это основная магия. Неиспользуемые символы. Есть отличный скриптик. Google разработал subset.pi на питоне. Он вырезает неиспользуемые символы. Это всякие вестерн-кодинг, там, ну, вьетнамеза, неважно. Все, что не нужно, вырежет. Шрифт станет 10 раз меньше. Место 200 килобайт – 20 килобайт. Место 100 килобайт – 10. Это работает, я проверял. Мы в продакшене используем. Единственное, не работает для иконочных шрифтов, но это понятно, что если у вас иконки в шрифте, вы молодцы, вместо спрайтов используете иконочные шрифты, но, ну, понятно, из них ничего не вырежешь. Все. А если у вас буковки, если у вас только русские буковки, если у вас русские буковки без знаков припинания, вы молодец, используете, вырежете в 20 раз меньше шрифта. Все. Клиент будет счастлив. У него кастомные шрифты, сайт летает. Честно, вот эта магия, она понятна только разработчикам. Ну, естественно, там набор утилит, который можно прямо сейчас брать, втыкать, Google Closure, Compile, Uricompressor, там всяких HTML оптимайзер, они позволяют еще до, там, на 5-10-15 процентов ваши скрипты дорезать. Размер сейчас главный. То есть мы посмотрели на все, что происходит, количество объектов сильно уменьшить не получается. То есть очень сложные техники, там, когда у вас 200 картинок на странице, там, или еще что-то. Или там 200 скриптов, и там тут объединить, так объединить, сяк объединить. Там пингов меньше сильно не становится, браузер, ну, через грузить скрипты параллельно. Вот. Размер. Вы можете, там, многократно уменьшить размер. Это ваш рычаг, который можно использовать прямо сейчас без какой-либо, там, побочных эффектов. Значит, и у меня буквально, буквально последний слайд. Вся магия уже почти закончилась. Значит, отложенная загрузка, про нее просто забывают. Вы можете настроить отложенную загрузку изображений, лазило, всем известный, достаточно хорошо работает на скролле, он хорошо работает для мобильных устройств, его можно вкрутить на онлоуде. Вот. Вы не вгружаете сразу на пользователя, там, ваши мегабайты изображения. Вы показали то, что нужно на первом экране, остальное, оно как бы фоном догрузилось. Для мобильных работает вообще идеально. То есть мобильный пользователь, о, сайт есть, хорошо, там, он что-то посмотрел, начинает прокручивать, у него там начинает догружаться что-то. Ну, уже можно пользоваться. И есть техники отложенной загрузки скриптов. То, что Bittrex предложил при переносе кода, на самом деле это философия. И я об этом сейчас рассказывать не буду, это философия по разработке сайтов. То есть вы делаете так, чтобы у вас сайт работал без JavaScript, а JavaScript дополнял функциональность. Когда вы сможете мыслить в этом ключе, вы станете гуру, честно. Будут вопросы, я сейчас просто, у меня время закончилось, я в перерыве отвечу. Но это вот, это просто другой способ мыслить. Как мне сделать так, чтобы сайт был быстрым и все работало? Это вот раскрывает сознание. Я в перерыве раскрою всем, честно, бесплатно. Подходите, буду рад. И для того, чтобы вы могли мерить, есть уже API в браузерах, поддержка 82-85%. Это Navigation Timing API для сбора всех данных по временным задержкам по всем объектам. Есть Navigation User API, когда вы можете вставить тайминги, там типа страница отрисовалась, за сколько она отрисовалась, там первый экран показался, отрисовался в браузере, за сколько. И собирать эти метрики, и таким образом получать обратную связь от реальных пользователей, как быстро у вас загружается сайт. На этом у меня все. Я очень рад, что вы были здесь, меня послушали. Спасибо. У нас есть еще 4 минуты. У кого есть вопросы? Сейчас кофе-брейк. Я доступен. Нет вопросов. Спасибо за доклад. Вы когда рассказывали про средства оптимизации изображений, есть там средства, которые на лету оптимизируют изображения? По поводу на лету. Спасибо. Да. Вы знаете, мы общались с Баду на эту тему. Вот они могут себе позволить на лету оптимизировать изображение. У них там, не знаю, наверное, процессоры пятого поколения относительно текущего. То есть Core i15. Но то, что мы тестировали на лету, особенно когда большие изображения, то есть порядка 100 килобайт, какой-нибудь PNG, оно не сработает. Там порядка минут они все оптимизируют. В JPEG, наверное, можно в ЭП на лету пережимать с работой. То есть можно это настроить. Но там есть другая проблема, что задержки, которые это вызовет, то есть первый запрос изображения, они больше, чем выигрыш, полученный от оптимизации. И в этом плане мы вот в промышленном, при промышленном подходе, когда нам нужно пережать, не знаю, 10 миллионов изображений за день, там, у нас просто много сайтов, всех изображений. Мы пережимаем это в отложенном режиме, то есть изображение появляется, в течение часа-двух оно спокойно пережимается, кому-то оно удалось старое, типа большое, а там большая часть пользователей получает его уже хорошим. Но на лету, ну, можно, но Google PageSpeed так работает, но, к сожалению, задержки, которые он при этом производит при отдаче изображений, они очень большие и не окупаются с точки зрения скорости. Давайте, я соберу ваш мозг обратно. Такой вопрос. Это понятно, что там оптимизация, что новые изображения. А вот если, например, сайт работает несколько лет, если у него там гигантская база фотографий, которые грузили еще там… Дедушки. …в десятой версии Bittrex, без всякой оптимизации, и они… Я посмотрел вот тут выписки, вот там есть фотографии по 3 мегабайта. Отлично. Там буквально там 600… Очень хорошо. Ну, чтобы брать и пооптимизировать. Есть какие-то инструменты? Нет, все инструменты, которые я вот… Были на слайде. Нет, зачем? У вас на сайте… Вы можете либо на сайте запустить эти инструменты, они консольные, ну, это Linux среда, если у вас сайт Windows среда, те же самые инструменты, Windows скрипты работают. Вот. Это первый… Ну, то есть, если у вас где они лежат, прямо там и соптимизировать. Без потери качества. То есть, это безопасная оптимизация. Это можно вот на продакшене использовать. Мы это используем. У нас не было с этим проблем. Я бы тут не стоял иначе. Вот. Первый вариант. Второй вариант. Вы можете выгрузить себе эти терабайты и их на своем компьютере соптимизировать. Есть пакетные утилиты. Забыл. ImageOpt. Какая-то есть утилита. Она, собственно, объединяет вот те консольные, что я говорил. Она просто прогоняет их, и они оптимизируют. Все возможно. Ну, там, пара дней. Все будет хорошо. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. У меня Андрей зовут Манулов. Очень приятно. Вот вы CDN не упоминали. Content. Друза измерения Networks. И еще HTML-компрессор там у вас мелькал, но вы тоже не рассказали. Ну, да, времени мало. HTML-компрессор, он хорош, но когда у вас есть Gzip, и у вас там, например, кэш лежит, вы на него уже накинули Zopfli, то HTML-компрессор даст чуть-чуть. То есть он даст там еще 5% от объема. Налету это может быть затратно. Ну, то есть это такой инструмент, который хорош больше для кэшированных файлов, и мы стараемся такие тяжелые вещи для кэшированных файлов применить, потому что надо разобрать код, понять, где комментарии, где не комментарии, где скрипты, где можно удалять пробелы, где нельзя удалять пробелы. Это такой синд Phase-ский разбор, он тяжелый. И налету его выполнять, ну, можно только зная свой код хорошо, что мы там, где комментарии не нужно, не вставим, скрипты как-то обернем и так далее. По поводу CDN, отвечая на вопрос, CDN доступен, он как инструмент битрикса, если вы хотите его использовать, вы его используете, но как инструмент, который каждому рядовому разработчику доступен и он может его воткнуть за 5 минут, его там нет. Битрикс должен быть оплачен и так далее. То есть я все-таки доклад сфокусировал на тех вещах, что вы как разработчик можете пойти и через полчаса у себя уже в работе применить. CDN, да, если это там как инструмент битрикса используется. Ну что ж, Николай готов ответить на вопросы в перерыве, поэтому мы сейчас, наверное, закончим секцию. Всех приглашаю пройти на кофе-брейк, а потом вернемся сюда и продолжим. Спасибо. Спасибо, Николай.